Здравствуйте! Добрым пятничным утром! С вами Мария Алексеева и Андрей Федосов. Доброе утро, дорогие друзья! И знаете, мы сегодня решили отказаться от новостей. Дело в том, что у нас сегодня очень-очень интересные гости. Одни на всю программу. Сейчас вы поймете, кто это. Говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клён, поле бродит мгла. А любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, стороной прошла. Сердцу очень жаль, что случилось-то. Гонит осень вдаль, журавлей косят. Не вернется вновь это лето к нам. Не вернется вновь это лето к нам. Ни к чему теперь за тобой ходить. Ни к чему теперь мне цветы дарить. Ты любви моей не смогла сберечь. Поросло кровой вместо наших встреч. Поросло кровой, поросло кровой, Поросло кровой вместо наших встреч. Вы, конечно же, поняли, что речь идёт о группе «Синяя птица». У меня, наверное, с этой группой связаны какие-то даже свои собственные воспоминания. Я помню, я ещё в младших классах учился. Родители собирались с родственниками на какой-то семейный праздник и танцевали там под песней «Горько». И вот «Синяя птица» у нас в студии. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю наших гостей. Это Юрий Александров, директор «ВИА. Синяя птица». Вы так называетесь «ВИА», да? Всё верно. Из советского детства. Для меня вокальный инструментальный ансамбль. Не группа, а ансамбль. Алексей Комаров, худрук, доброе утро. И Алексей Зорин, артист. Ну, для меня вы солист, но ваш художественный руководитель и директор «ВИА» сказали, что у вас солистов много. Сколько? Так и есть, всё верно. Сколько? А у нас все солисты, поскольку все играют и поют, поэтому вокальный инструментальный ансамбль. Солить не пересолить. Да. Есть такие солисты, которые имеют ансамбли. Ну, вот, например, Олег Газманов имеет эскадрон. Допустим, Расторгуев имеет группу «Любэ». Интересно, что вы упомянули именно Олега Газманова. Этот человек в своё время работал в вашей группе звукорежиссёром, как заметил мой сведущий. Да, это была такая особенность организации работы в советское время, потому что действительно было много возможностей устроить наставку, филармонию человека. И у нас работало в коллективе очень много людей, которые, некоторые из них, даже не всегда успевали выйти на сцену. Кто только не перепел за эти годы. Вот даже я слышал, наверное, самое удивительное для меня исполнение. Это был Вячеслав Бутусов, пел «Клён» в стиле «Наутилус Помпилиус» и вот таким своим, с такой своей характерной хрипотцой. И, честно сказать, мне понравилось. А как вы относитесь к этим перепевкам? Каверам. Да, может быть, кавер-мерсиям. Ну, мы относимся к этому спокойно. И если это всё как-то не перевёрнуто слегка, бывают такие ситуации. Например, мы были в прямом эфире радио, и позвонила девочка лет 14-15, спрашивала, ребята, а зачем вы перепели песню группы «Руки вверх»? Ты мне не снишься. Вот точно такая реакция была наша в прямом эфире. На что в голосе задрожал голос девочки на том конце провода. То есть она чуть ли не расплакалась, узнав о том, что всё ровно наоборот. Так вот, когда всё происходит нормально, нас это вполне устраивает. Нам очень не нравится, что сейчас черпают информацию недостоверную из интернета. Сейчас очень легко переписывать историю. Не как у Оруэлла, да? Нужно книгу там написать. Или там создать какое-то министерство там. Я бы хотел сделать ремарочку. Группа не распадалась. Группа просто временно прекратила свою творческую деятельность. Почему? Творческую гастрольную. Ну, 90-е годы, те люди, которые их помнят не понаслышке, не по... Там написано в Википедии, а сами поймут прекрасно объяснять нечего. В стране были другие приоритеты, были востребованы другие группы. Ну, вообще все было другое. 90-е, слава богу, прошли, и мы вернулись к творчеству. Я считаю, что это очень здорово. Кстати, я родом из этого замечательного города, из Оренбурга. Да вы что? Вот это новость! То есть вы родились в Оренбурге? Да, на улице 8 марта есть, наверное, до сих пор роддом. Март ваш месяц, Алексей. Родились на улице 8 марта. В марте пришли в группу. Смотрите, как хорошо все получается. А вы в школе здесь учились? Нет, в школе я учился в Самаре, но потом приехал сюда и с третьего раза, скажу по секрету, закончил Институт искусства имени Мстислава Елеопольда Остроповича. Ну, не всех сразу принимает. Да-да-да, но с красным дипломом. Так что так вот. Диплом все покраснеет просто. Да-да-да. Ему так вылуп. Меня вечным студентом называть. Всегда я думаю, ну пусть, это нормально. А он моего студентом до сих пор зайдет в коллективе. Да, кстати. Уже 16 лет. Уже 16 лет. Отец музыкант, и постоянно музыка наполнял дом. Постоянно были, был винил, вот как сейчас разговариваем. Это пластинки. Да-да-да. Даже в моем детстве. Постоянно были бобины-катушки вот эти вот, которые я уже в три года умел заправлять там вот эту, чтобы... А, нет, в другую сторону, она, по-моему, так крутилась. Вот. И Синюю Птицу слушал чуть ли не каждый день. В общем, молодой человек, когда пришел в коллектив, уже знал репертуар. Да-да-да. Песни полностью, да. Не нужно было учить. Настолько он, как вот таблица Пифагора в школе, то есть алфавит, мы же как бы в подсознании он уже лежит, там где-то его не надо специально вспоминать. А также и песни Синей Птицы. А нам было очень приятно, когда мы приезжали с концертами в Оренбург, и когда приходил отец Алексея, и мы видели, что он это счастье делится с ним пополам. То есть это его тоже большая удача отца. Он долгое время работал, к сожалению, прошедшего времени, в театре «Щелкунчик». Ну, так. Я предлагаю вам все-таки еще раз порадовать нас какой-нибудь песней. Мог ли я подумать, что вот так все выйдет, что в одну минуту все развеется, как дым? Ошибки быть не может, я сам сегодня видел. Ты шла с другим, ты шла с другим. Все поем. Так вот какая ты, а я дарил цветы, а я с ума сходил от этой красоты. Так вот какая ты, надежды и мечты, ты подарила и разбила, ты. Лишь вчера была ты, всех на свете ближе. Лишь вчера я верил, что тобою я любим. Но лишь глаза прикрою, и вижу, снова вижу, как ты с другим идешь с другим. Так вот какая ты, а я дарил цветы, а я с ума сходил от этой красоты. Так вот какая ты, надежды и мечты, ты подарила и разбила, ты. Счастлив тот не будет, кто любовь обидел, кто смеяться может, как над самым дорогим. И что ни говори ты, я сам сегодня видел. Ты шла с другим, ты шла с другим, ты шла с другим. Так вот какая ты, а я дарил цветы, а я с ума сходил от этой красоты. Так вот какая ты, надежды и мечты, ты подарила, ты подарила, ты подарила и разбила, ты. Здорово. Знаете, вот у меня наивный вопрос. Как вам это удается? Вот во многих ваших песнях, если анализировать текст, то содержание такое вот не очень веселое. Любовь прошла в клёне. В Горько там молодой человек осознал, что любит девушку на ее свадьбе, но не с ним. Здесь вот ревность. Тоже такой вот вроде бы мрачный. И при этом такой оптимизм. Вот как удается при таких вроде бы мрачных текстах оптимизм. В музыке это называется мажорный лад, Андрей Иванович. Не смотри на меня, попробуй сам ответить. Нет, я таким мажорным ладом это не объясню. Не объяснишь, конечно. Есть некое объяснение. Даже я бы сказал уже притч, которая в нашем ансамбле. Я смотрю, а у вас их не одна. Не одна. Понимаете, традиции большие, понимаете, у нас все песни о любви, у «Синий птиц» 100% песен о любви. И сколько только? Неправильно, 96% песен о любви. А пока спрашивают, а 4% не о любви. Оставшиеся 4% песни о счастливой любви. Очень простая разгадка и ответ на вопрос. Да, на самом деле, конечно, цепляет просто то, что каждому знакомо. А, как правило, все испытывают это чувство, кроме многократного чувства любви, и только на один раз в жизни меньше чувства расставания с любовью. Еще одна история, связанная с Оренбургом, наверное. Вы поймете, о чем я сейчас хочу сказать. Многие жители нашего города помнят журналистку Веру Михайлову. По ее работе в телеканале «Регион», к сожалению, ныне сейчас не существующим. Впрочем, я Веру знаю гораздо раньше, мы с ней вообще росли. На соседних дачах, вот так вот, мы с ней ровесли. А мне довелось поработать на телеканале «Регион». Да, Машу довелось поработать. Вот нет, мы с ней в детстве еще играли, помню прекрасно. И вот Вера Михайлева выходит замуж за одного из представителей вашего замечательного коллектива. И познакомились за полярным кругом. Это великолепно. Все верно. Причем, прям совсем за полярным кругом. Да, и мы даже вас не будем разочаровывать и рассказывать о том, что синий птиц практически связан с каждым городом нашей страны. Да, только не говорите, что в каждом городе нашей страны есть невесты, жены и так далее. Но на самом деле в этой шутке есть только часть шуток. Вот приехали в родной город Алексея, послезавтра мы будем в родном городе Юры. Мы будем в Уфе. Все довольно сильно запутано, но нам ничто не помешает считать вас оренбургской группой. Да, абсолютно точно. Я свои 5 копеек вставлю. Мой брат, который тоже живет в Оренбурге, работал некоторое время звукорежиссером у нас. Синий птиц. За 43 года существования проработало более 40 исполнителей. Я сам в коллектив пришел в 1984 году, когда уже было второе дыхание, когда была пластинка с Юрием Михайловичем Антоновым. Не могу не задать такой вопрос. Народу много у вас, солистов много. Как мы уже сами выяснили в интернете, информации достоверной маловато. Не может ли так получиться, что под вас кто-то закосит? Придем мы на концерт. Ну, не закосит, а будет подражать кто-то, скрываться за тем же названием. Там тоже 5 человек поют, открывают рот. Вы не поверите, вот буквально 2 часа назад наш друг Оренбургский, Николай Николаевич Кеданов, меня попросил. Говорит, Юр, я не люблю об этом говорить, но он говорит, обязательно скажи, пожалуйста. Вот в Оренбурге, говорит, была ситуация, приехали люди. В Оренбурге? В Оренбурге год назад назвали «Синие птицей». Я вспомнил потом. Была очень интересная ситуация. Приехали люди, назвали «Синие птицей». Какой-то праздник городской даже был. Да вы что? Да. Это когда? Вы помните? Да. Я помню, с «Миражом» такая была история. Причем могу сказать, что мы работаем в Оренбурге каждый год уже на протяжении, не знаю, лет 15. И потихонечку приехали люди. Приезжают и устраивают шабаши, вакханалию, после чего мне лично звонят люди, говорят, Юрий, как вам не стыдно? Зачем вы отправляете такие безобразные коллективы в наш город? Мне приходится объяснять, понимаете, да. А ты мне Синие птицей. И мои хорошие друзья присылают, говорят, смотрите, какое приходит нам предложение. Эти же аферисты, я прямо скажу. Рекомендации, рекомендации. Организаторам концертов. Мы быстренько создали ООО «Синяя птица» и рекомендуем вам писать на афише буквами маленькими ООО и большими «Синяя птица». Можно вот такой немножко нетактичный, может быть, вопрос. Я вот признаю честно, что у меня в телефоне несколько ваших песен есть, я периодически слушаю. Ваши те советские песни, это, наверное, навсегда. А новые какие-то у вас есть песни? Мы даже целый диск новых песен выпустили. Целый диск. Да, и он у нас даже был, мы его предлагали нашим поклонникам, которые приходили в зал. И пока я очень успокоился, немножко успокоился, когда услышал эту интересную историю. Юрий Михайлович Антонов подарил Николаеву диск. Говорит, Юр, вот новый диск, бери, новый диск мой. Николаев говорит, я схватил этот диск прям, вот быстрее, где бы найти, проигрывайте, куда бежать, быстрее слушать песни Юрия Михайловича Антонова, новый диск. И беру его, распечатываю, открываю, золотая лестница, гляжусь в себя, как зеркало. Юр, Антон говорит, как же ты говоришь, что это новый диск? А песня старая, он говорит, ну, но диск-то новый, смотри, какая печать, какая полиграфия шиперная, смотри, все, какое-то, все обработано. Говорит, ну, песни-то старые. Он говорит, ну, новые песни пусть пишут кто-то, у кого старые не получается. Мы, пользуясь служебным положением, вставляем новые песни в программу концертную, но, и когда-то мы делали это, можно сказать, беспардонно. Ну, вот, хозяин-барин, да, мы половина песен старых из золотого наследия, а половина новых, вот, нет контакта в зале, неправильно это получалось. Потом мы стали как-то по чуть-чуть, как касается песен новых, здесь было очень сложно, и мы нашли, на мой взгляд, очень удачную форму. Знаете, пирог Наполеон, чем отличается он, особенность его, каково? Торт, иметь это. Торт, да, торт. Ну, он мягкий, слоями, мягкий, жесткий, корж, крем, корж, крем, корж, крем. Мы пели старую песню, новую, старую, новую, старую, новую. И это оказалось наиболее, потому что любой человек, который говорит, да, давайте нам новых песен хотим, там, будут, будут, он с удовольствием слушает новые песни. А тот, который пришел послушать свои родные, любимые, думает, сейчас, сейчас это новое закончится, и будет наше. Беседа наша подходит к концу, время эфира. Классно получилось, кстати. Вообще с вами большое удовольствие разговаривать. Приезжайте еще. Так вот, улыбайтесь хорошо очень. Здорово просто. Спасибо. Тем более, если вы к Оренбургу имеете непосредственное отношение, надеюсь, до новых встреч в прямом эфире. И никаких, чтобы двойников у вас не было. И желаем вам только отличных, классных концертов, хорошей обстановки в зале. И не забывайте, что вы Оренбургская группа.